Привет, с вами снова Стелла, и я продолжаю рассказывать про систему планирования GTD. Если вы случайно наткнулись на это видео и с самой системой еще не знакомы, то обязательно смотрите предыдущий выпуск, иначе вам будет ничего не понятно. Сегодняшний выпуск для тех, кто уже пользуется системой GTD, ну или задумывается о том, чтобы применить ее в своем планировании. Причем я не просто расскажу вам о том, какие у меня списки есть и что я туда заношу, но также поделюсь какими-то своими личными секретами, наработками, лайфхаками, как лучше с этими списками работать, как их более эффективно реализовывать, которые все время оказываются висячими, то как вообще с ними бороться. В том первом выпуске я уже проводила некоторые примеры того, какие списки дел, то есть группы дел есть у меня. А сегодня я хочу рассказать побольше и поподробнее про это, и причислить практически все списки, с которыми я имела дело или имею сейчас. Интересный список, который предлагает система GTD. Этот список по-английски называется Someday Maybe, на русский переводится как когда-нибудь однажды. Что вы записываете в этот список? В этот список вы записываете все, что приходит вам в голову из разряда о, круто было бы это сделать или круто это было бы попробовать. Но эти дела не требуют от вас какой-то моментальной реакции, поэтому записывайте в какой-нибудь список из разряда сделать дома или сделать там по дороге с работы нет никакого смысла, потому что они только отяготят тот список, потому что туда вы будете записывать более конкретные дела. А в этот же список однажды когда-нибудь вы записываете все неконкретное. Вот приведу пример, какие дела я, например, туда записываю. Однажды я посмотрела видео одной девочки, которая рассказывала о том, как она устроила себе 48-часовой digital detox. Она решила не пользоваться ни интернетом, ни компьютером, ни телефоном, то есть два дня посвятить тому, чтобы больше времени проводить на улице, чтобы больше времени проводить с друзьями со живым общением, читать книги и так далее. Я подумала о том, что, блин, круто это было бы сделать. Я записала в этот список, потому что я поняла, что я туда не запишу, я просто про эту идею когда-нибудь забуду, но я не хочу про нее забыть. Но опять же, это не значит, что я завтра же брошусь ее реализовывать. Я просто занесла ее в этот список, и к этому списку я не возвращаюсь каждый день или каждую неделю, я загляю туда раз в месяц. Еще один очень классный список, который я в свое время применила из этой системы, он называется офлайн. То есть все эти дела, которые вы можете сделать за компьютером, но для которых вам не нужен интернет. Кому и для чего этот список может пригодиться? Если вы часто летаете в командировке, то как раз этот список для вас. Потому что вы регулярно оказываетесь в аэропорту, где может не быть в интернет, или вы, например, сидите в самолете, да, и у вас тоже нет интернета. И в этот момент вы открываете этот списочек, который называется офлайн, и делаете все дела оттуда. То есть те дела, которые не требуют интернета под рукой, но требуют компьютер. И это безумно эффективно, потому что вы так лучше спланируете время. Вы не будете делать эти дела тогда, когда у вас есть интернет, а оставите их на тот момент, когда у вас интернета нет. Еще один очень важный список, который появился у меня именно благодаря системе GTD. Список называется «Ждем ответы от других людей» или «Waiting list». В чем смысл этого списка? Ну, например, вы отправили какую-нибудь заявку на что-то, и вам важно там через какое-то время, да, проверить, дошла ли ваша заявка, есть ли по ней ответ. Или, например, вы написали письмо какому-то человеку с предложением сотрудничества, и ждете от него ответа. По всем вот этим письмам, если вам не приходит ответ, в идеале вы должны писать напоминалки, да, реманы. То есть очень многие думают, ой, я один раз написал, мне не ответили, ну и все. На самом деле надо писать напоминания. То есть даже, там, в пример со мной, да, когда мне люди пишут какие-то письма в блог, и у меня, например, нет времени в данный момент им ответить, если человек там через какое-то время, там через неделю пишет, ой, Стелла, привет, я вот тут тебе такое письмо писал, не знаю, дошло он до тебя или нет, но я все еще жду ответа. В этот момент я понимаю, ну, этот человек точно заслужил того, чтобы ему прямо сейчас ответить на его письмо, потому что он как минимум потратил время еще раз напомнить, подтвердить, что он все еще ждет эту информацию. Поэтому напоминание это крутая штука. Но если вы просто будете держать в голове все то, кому вам о чем надо напомнить, еще к тому же держать в голове, когда вам это сделать, то у вас точно голова пойдет кругом. То все такие вещи вы просто записываете в этот список, там, жду от такого-то человека информации, например, ставите дату примерно, когда эта информация должна поступить, то есть после какой даты вам нужно отправлять напоминание, и так далее и тому подобное. Если вы пользуетесь, кстати, электронной какой-то системой, да, у вас этот списочек, вы можете как раз ставить себе ремайндеры, то есть вам даже не надо будет в этот список заглянуть, вы просто себе поставили ремайндер, напоминалку о том, что там 25 мая, проверить, пришел ли ответ на такую-то заявку. «Висячие дела», например, поменять батарейку в часах или отремонтировать ремешок на часах, это дело, которое у меня у нас делают уже, наверное, два месяца, и я все время забываю. И, кстати, вот этот вот лист «Висячие дела» мы не просто так с вами заводим, для того, чтобы создать могилу для тех дел, которые так не делаются. Когда у вас эти дела выписаны в отдельный список, они мешаются в обычном списке дня, и не являются там мертвым грузом, то есть очень классный инструмент и способ, как же все-таки эти дела реализовать. Когда эти дела накапливаются в этом списке у меня, я понимаю, что записывать туда это дело, то я снимаю себе этот груз ответственности, что вот, опять я это не сделала. Я знаю, что я занесла в этот список это дело, значит, оно будет сделано в определенный момент. Какой? Когда я вижу, что дела в этом списке накопилось очень много, я выделяю один день, который я называю «Nagging Tasks Day». То есть я беру этот список и, проснувшись с утра, не занимаюсь ничем другим, не проверяю почту, не лезу в социальные сети, не читаю книжки, я просто беру и начинаю эти дела эти по списку. Я знаю, что обычно их всегда очень сложно себя заставить делать, но когда вы выделили отдельный день, и просто такой, как мальчик на побегушках, по этому списку начинаете проезжать. Тут главный подход просто прям с утра, не откладывая начать это делать, не выбирать дела из этого списка, а просто идти по тому, как они у вас записаны. И сделать за один день максимальное количество. И вы даже не представляете, какой просто груз с вас свалится, когда вы это сделаете. И таким образом реализовать эти дела гораздо проще, чем когда вы будете поступать по принципу, что ну ладно, вот у меня там эта батареечка уже полгода, не может быть куплена до часа, до часов. И вот я ее запишу в список дел на сегодня, и, конечно, сегодня же я доеду и ее куплю. Нет, так это не будет. Вам нужно прям выделить один день, и просто ударно и усиленно взя в себя в руки, переделать все дела. Как я уже говорила, я довольно-таки давно пользуюсь системой, еще до того, как я завела Bullet Journal. И раньше я это все ввела в электронных списках. То есть у меня была программа, которая называется Вандерлист, и там прям можно было найти списки дел. То есть какие списки это были. Я даже вам сейчас зачитаю какие-то реальные свои списки, для того, чтобы вы видели, как вот на практике одного конкретного человека это все может работать. Первый список у меня есть, это гроссерис, да, покупки в магазине. Я не составляю список, план, да, покупок, но каждый раз, когда мне приходит в голову какая-то вещь, которую я гарантированно забуду, я туда заношу. У меня здесь есть, например, такой список people to meet. То есть это не то, что там встретиться с подружкой, да, это какие-то люди, которых я, например, даже лично, может быть, не знаю. У меня есть, может, для них какое-то интересное бизнес-предложение, или наоборот, я у них хочу получить информацию. Какой у меня еще есть список, который называется Россия. Мне иногда нужно что-то заказать из России. Может быть, какие-то лекарства конкретные, или какие-то еду русскую, по которой я скучаю, ну или просто какие-то вещи, которые я не могу купить на Бали. Почему я этот список веду, да? Потому что когда в следующий момент, когда меня кто-то спросит, «Так, а чего тебе нужно привезти из России?» Я не буду сидеть и думать «Так, что же, что же, да?» И пытаться выдумывать. Нет, у меня есть реальные вещи, которые мне нужны. Я просто открою этот список и скажу «Вот, это, это, это или это?» Что-нибудь из этого привезите. Еще у меня есть такой список, который называется Before Living, то есть перед отъездом. Появляются какие-то дела, которые мне нужно обязательно сделать до отъезда. И обычно эти дела возникают, и в момент отъезда, да, в день отъезда вы бегаете и думаете «Так, что же, что, что там еще, что-то было?» Вы просто это забыли, и уже окажешься в поездке, «Блин, я же вот это еще забыл сделать!» Со мной такого не происходит, потому что как только у меня появляется идея, что так, нужно до отъезда сделать это, я просто сюда заношу. Еще у меня, например, есть отдельный список, который называется Three Passentials. Например, когда я еду в какую-то поездку, есть вещи, которые я всегда беру, но из них есть вещи, которые я регулярно забываю. Например, когда я летаю в какие-то Везораны или по Юго-Восточной Азии, я все время раньше забывала переходник для сингапурских розеток. То есть у меня, например, была пересадка в Сингапуре несколько часов, я туда прилетала, там такие розетки, в которые я не могу воткнуть ни одну свою незарядку, ни от компьютера, ни от чего. И каждый раз мне приходилось идти и снова там в магазине покупать за 15 долларов очередной переходник. Такие вот вещи, которые я все время забываю, но которые важны в любой поездке, завела в отдельный списочек. И теперь я перед каждой поездкой, когда вот я уже собрала чемодан, я думаю, так, ничего ли я не забыла. Я просто прохожусь по этому списку. Также я тоже создавала списки по отдельным проектам, чтобы, например, в тот день, когда я сяду по этому проекту работать, я могла взять, открыть этот списочек и увидеть, и никакую идею не забыть, не пропустить, и никак не потерять с головы. Важный тоже такой момент, что вы не просто сохраняете какие-то дела по спискам, но вы таким же способом тоже по каким-то группам, спискам структурируете информацию, которая вам поступает. То есть, если вы каждый раз надеетесь на то, что все это удержится в вашей памяти, то вы совершаете самую большую ошибку. И гораздо лучше потратить время на то, чтобы эту информацию куда-то записать. Это могут быть такие вот списки вещей, которые, кстати, используются в системе Bullet Journal, так называемой коллекции, то есть, где мы какую-то информацию группируем по определенной тематике. Например, у вас может быть отдельный список книги, которые я хочу прочитать, или список фильмов, которые я хочу посмотреть, список ресторанов, то есть, как только вы слышите о каком-то новом ресторане, или кафе, который вы хотели посидеть, вы тоже этот список выписываете. То есть, сюда, в такие вот списки, вы пишете не только какие-то дела, а просто группируете любую информацию, которая вам поступает, и которая вам в дальнейшем может пригодиться. То есть, если вы просто это куда-то хаотично запишите, то, скорее всего, вам потом эту информацию будет сложно найти, или вы просто потратите в два раза больше времени на ее нахождение. Если же у вас все структурировано по полочкам, как в библиотеке разложено, то поиск этой информации займет гораздо меньше времени. Такой пример, да, очень часто мне там скидывают какие-то интересные ссылки, какой-то информации, и раньше я либо держала вот так вот открытыми все окна в браузере, я думаю, что многим это знакомо, думаешь, что ну когда-нибудь я там до этого дойду, и каждый раз открывая браузер, я вижу там 20 открытых окон, у меня уже как бы, да, складывается непродуктивный, не такой неэффективный настрой работы, потому что я думаю, ой, куча этих вкладок, надо же когда-то разобрать. Но если вы себя приучите информацию структурировать, то есть у меня пришла какая-то ссылка, то я сразу сохраняю в нужное место. Если, например, это какая-то информация, которую мне нужно сохранить, то я просто беру и эту статью копирую в свой блокнот Evernote, и там оно хранится, да, в определенном, тоже под определенной тематикой, когда мне нужно будет к этой информации обратиться, я к ней вернусь. То есть туда могут относиться какие-то полезные телефоны, полезные адреса, какая-то информация, как сделать то или как сделать это, как добраться туда-то. Если это просто какие-то статьи на общие темы, которые мне интересно почитать, да, ну прямо сейчас я не буду бросаться и читать это, то я тоже сохраняю в программе Pocket сразу же, да, то есть я не оставлю эти 20 открытых вкладок, я сразу же эту вкладочку отправляю в Pocket с определенным тегом, и в следующий раз, когда я сяду, у меня будет какая-то минутка свободная, я думаю, почитая какие-то статейки, которые у меня сохранены, то я уже могу зайти в этот Pocket и посмотреть, какие статьи, какие у меня там есть теги, да, и по определенному тегу, например, просто почитать всю информацию. Вот этот момент самодисциплины по организации приходящей вам информации, это очень великая привычка, то есть когда вы ее в себе разовьете, да, может быть там ни за день, ни за два, но вот я там за много лет ее развил. Такой вот пример недавно, кто-то из моих друзей скинул интересную статью о том, как искать дешевые билеты в интернете. Прошел месяц, и этот же человек пишет тоже в нашу вот эту чате группу, «Ребят, помните, я скидывала статью, а никто не помнит, какая была ссылка?» И меня это улыбнуло, потому что я подумала, насколько мы сами себе каждый раз оказываем медвежью услугу. То есть мы потратили время на то, чтобы поделиться этой ссылкой с друзьями, но мы не могли потратить еще минуту времени, чтобы себе куда-то эту ссылку сохранить. Поэтому научитесь сохранять информацию, и обязательно ее структурировать по определенным темам. То есть если вы просто будете от балды куда-то скидывать, то потом, когда вы будете искать эту информацию, вы потратите еще больше времени, чтобы найти. Обязательно пользуйтесь тегами, какими-то какой-то структурой, какими-то папочками или чем-то еще. Ну, кажется, все на сегодня. Я поделилась с вами тем, какие списки дел я веду по системе GTD. И, кстати, не забывайте оставлять комментарии. Я их с удовольствием читаю и отвечаю на них. Если вы уже используете систему GTD, то делитесь своим опытом. Может быть, у вас есть какие-то списки, которых нет у меня? Мне было бы любопытно это узнать. Ну все, до встречи в новом выпуске. Пока!